Всем привет, дорогие зрители и подписчики канала. Мы сегодня на канале Семена Чемоданах. И мы реально на чемоданах. Прикиньте, только открыл глаза. Время уже 10 минут 11. Нам уже в 11 надо уехать с этой вилы. Мы, короче, только проснулись. Охренеть можно вообще. Сейчас надо быстро собраться, чтобы понимали масштаб нашей несобранности. Мы вообще еще ничего не собирали. Чемодан как стоял, так стоит. Сейчас быстро прям газуем и собираемся. В общем, друзья мои, доброе утро. Погнали с нами в новый выпуск, когда мы сегодня переезжаем. Я, если честно, даже не представляю, как можно быстро все собрать за 40 минут. Все будет голубым. Самое главное, конечно, ничего нам не забыть. А то будет вообще печалька. Придется возвращаться. А жить снова на виллу. Так, где чайник, чайник, чайник. Опа. Я, конечно, ненавижу просыпать. Но что сделаешь? Самая проблема всегда, минус точнее, да, в двухэтажных квартирах, домах, это то, что тебе приходится ящик таскать туда-сюда по этажам. Мы просто все со шкафов вытаскиваем. Быстро закидываем таким нон-стопом. Просто паника. Просто паника. Ну, чтобы понимали, за нами в 11 должен заехать уже Димка нас перевезти. Время без двадцати мы не завтракали, даже дуба еще не чистил. Вообще не понимаю, зачем мне так много футболок, если я хожу всего лишь в двух. Да, уж слушайте, я просто офигел с утра. Я не знаю, нет ничего хуже зарядки. А где более такой? Жесть. Вы знаете, про что я говорил сейчас этот тяжеленный просто чемодан. Нужно как-то спустить вниз и не надорвать спину. Можете, конечно, вот так вот так ткнуть. Да ладно, шутка. Короче, пойдемте. Что, вы позавтракали? Наелись? Доказавтрака еще. Ну, потому что мы собираемся, ничего страшного. Потом кое-что, Тёма, доедай бутерброд. Мы нереальнейшие красавчики. Время 10.50. И у нас все собрано, представляете? Все. Осталось только по мелочи еще закинуть вон чайочек. Молоко убрать, какао убрать. И все, и мы выезжаем. Блин, просто анекдоты с жизни. Вот сейчас по-любому Дима напишет, а мы это уже все и быстрее. Короче, я пишу Диме, он должен был заехать за нами в 11. В итоге я пишу тебя во сколько ждать, уже просто 11. У меня в отеле встреча в 11.30. Думаю, минут на 30, а потом за вами. Ну все, расслабляем булки. Можно в душ сходить после такого, после таких жарких сборов. Да, сынок? Сейчас уже с минуты на минуты подъедет Дима. Хочу зарезюмировать наше здесь проживание. Хочу сказать вообще, конечно, огромное спасибо нашим зрителям. Потому что у нас действительно очень крутая аудитория. Вот так вот берет, так вот и дает нам пожить. Это, конечно, очень приятно. Не зря столько лет трудились. Второе, это то, что мы очень много переезжаем. Живем в таких вот местах, в других местах, в других квартирах, в комплексах, в шикарных комплексах. И хочу сказать, что, конечно, головой приходим к тому, что нужно что-то свое покупать однозначно. Когда-нибудь это сделаем. Возможно, придем к этому очень-очень быстро. И хочу сказать, что, например, покупать просто квартиру, конечно, уже не хочется. Потому что есть понимание того, что можно купить в классном комплексе. Поживя на вилле, помните, мы жили в даче еще. Ну, там такая не индивидуальная была вилла. Но, тем не менее, мы там жили одни. Потому что все остальные, как бы, квартиры на этих виллах, они еще достраивались. А здесь, например, индивидуальная вилла. И, конечно, жить на индивидуальной вилле, это вообще какая-то другая планета. А вот у ребят, у викингов, есть виллы. Я тоже как-то показывал уже в выпуске. Они комплекс вилл. Там, типа, штук шесть, семь вилл, восемь вилл. У них общий бассейн большой. Как бы, там есть свои плюсы. То, что там я и дат меньше, потому что все скидываются на все эти услуги на обеспечение. Если, например, здесь человек, он чисто сам платит абсолютно за все. То есть, тут расходы уже совершенно другие. То там чуть попроще. Там тоже двухэтажные виллы с балконами, с террасами и так далее и тому подобное. Вот у них, на самом деле, есть уже готовые виллы. Но, сами знаете, если жилье готовое, то цена там, соответственно, будет другая. А есть в стройке. И вот как раз я хочу вам сегодня показать эти виллы, которые сейчас строятся. Сам приехать, потому что на стройках я не был, можно сказать, никогда. Вот если сегодня попадем второй раз, я буду на стройке, где действительно идет строительство какого-то комплекса. Вот, хочу показать, как это все происходит. Там материалы и так далее и тому подобное. Вот, и покажу район, где это все происходит. И, естественно, цена там ниже. Возможно, многих из вас эта тема тоже заинтересует. Так же, как и нас. Естественно, после себя всегда оставляем квартиру в чистоте. Но, в любом случае, клининг, тем более, здесь на вилле нужен. Поэтому пойду встречать клининг. Мы, собственно, готовы. Все. Уже приехал Дима, вон Мирошка, вот как встречать. Дима! И радуется. Пап, сегодня будет резко ночь. Так, блин, как здесь узко вообще. Снова забились в Димину машину. И выезжаем. Садимся в машину, и Дима задает правильный вопрос. В какой раз вы уже переезжаете? У нас реально сейчас путешествие по квартирам. Поэтому едем еще, да, к дополнительным в одну квартиру. Ну что же, мы доехали. На неопределенное количество времени будем здесь. Сейчас наша задача выгрузиться по-быстренькому. И отпустить Диму. В общем, эта квартира уже была, кстати, у нас в выпуске. Мы сейчас быстро закидываем вещи. Съездим в центр Кемера, погуляем. А потом рума-тур и еще кое-что про нее расскажу. На обед мы заехали просто же в родной отель. Мы сейчас двигаемся в этот Вайкики. Нам нужно купить белую футболку. А белую футболку для чего, узнаете потом. А то наши стримы приходят, знают для чего. А вы уже и знаете, если были на стриме, уже знаете. Потому что выпуск выходит с задержкой. Купить еще маркеры. Купить всякую приблуду. Короче, здесь немножко в центре нам нужно сделать несколько дел. Что же, белую футболку мы купили. Мы доехали до нашего любимого кемпинга. Orange Beach Camp. Для того, чтобы взять посуду. Так как посуды там, в той квартире, вообще нет. Взял я вон свою любимую посуду, ножи, кружки. И это, все, поехали. Насколько же ребята из Викинга реально все дружные. Все максимально открытые. Вот прикиньте, мы сейчас за эту квартиру заехали. Она на минуточку на продаже. Естественно, предыдущие владельцы, наши зрители, они забрали здесь все свое. Собственно, постельного белья тоже нет. Нам подогнали просто вот так вот, видите, два мешка постельного белья из отеля. Вот, чтобы мы здесь пожили. Вообще, плюс-минус с целью нашего здесь житя-бытия, потому что квартира на продажу. У нее очень прикольная цена, учитывая, что комплекс премиум класса находится в классном районе. Собственно, это Кемер. Хотим здесь пожить, протестировать ее. Ну и посмотреть, а кто знает, может, у нас эта шестеренка как-то так зацепится. И мы скажем, блин, может быть, все-таки нам, либо вы нас опередите. В целом, квартира, она 1 плюс 1. Давайте покажу. Входная дверь, ванная комната, такой быстрый рум-тур, да, подробный уже был. Вот, пожалуйста. Здесь гостиная. Ну, в принципе, тоже достаточно большая. Кухня, посудомойка, духовка, холодильник. Ну, все как обычно. Здесь комната, да, посудомойки здесь, кстати, нету. Комната, большая плазма, диван, который раскладывает. Собственно, нам это тоже было важно. Здесь большое спальное место. Балкон достаточно тоже большой. Сюда можно столик поставить. И прекрасный вид на Тахталы, на бассейн, на двор. Здесь огромная мангальная зона. Видите, там теннисный стол, стоит шахматы, всякие кучи развлечений. В подвале находится хамам, тренажерный зал. Как бы вообще суперогромный детский бассейн. На минуточку. Обычно маленький для детей идет, а здесь большой. Ну, и взрослый бассейн тоже вообще огромный. И вторая комната. Тоже быстренько вам покажу. И мы будем уже начинать здесь разбираться. Надо все раскладывать. Здесь вот просто большая кровать. Стоит шкаф. Есть еще вешалочка. Здесь также панорамное стекление. Никто к тебе не смотрит. Вообще никто. Здесь, смотрите, здесь кафе, ресторан на горе. То, что туда сходим. Здесь виды тоже, ну, как бы пристроек никаких нету. Из окна вид прекрасный. Еще какие-то цветочки цветут. Ну, на самом деле достойно. Для такой большой семьи, как нам, жить постоянно. Конечно, эта квартира очень маленькая. Уже стала, учитывая, что мы обычно живем сейчас в больших. Но в целом имеет, например, как базу. Возможно, как инвестицию. Потом сдавать. Вот. У этой квартиры есть на нулевом этаже еще кладовка. На минуточку 9, по-моему, квадратах. Где можно запереть вообще все ненужные вещи. И сдать эту квартиру. То есть, свои туда убрал в кладовку, а квартиру сдал. Мне кажется, это очень классно. Вот такая вот квартира. Здесь поживем какое-то время. Единственное, что я говорю, вот здесь у нас не было никакой посуды. Поэтому мы заезжали в кемпинг, брали свою. Ну и ребятам спасибо огромное за постель, за полотенце, за подушки. Подгон такой сделали. В общем, наши зрители нас не бросают. Это прям ценно. Не зря столько лет мы работали. И аудитория у нас действительно очень крутая. Куда бы мы ни заезжали, всегда в любом случае нужно все организовать под себя, чтобы было комфортно. И вот сейчас эта миссия выполнена. Все, теперь можно смело провести стрим, который вы уже посмотрели, кто был на нашем стриме. И отправляться уже спать. Ну и увидимся уже с утра. Начнем осваивать этот район и этот комплекс. У нас утро. Хочу вам рассказать про этого человека, про Мирошку. Мирошка, это человек, ему вообще эти квартиры надоели. Да, сынок? Вот он бы бегал и бегал, проснулся и все, и гулять, гулять, гулять зовет. Мы сейчас пойдем здесь в комплексе детская площадка. Сейчас я вам ее покажу. Ослежим, так сказать, память. Я уже говорил чуть ранее, что квартира эта была уже у нас. Выпуске мы ее просто показывали. Повторюсь, это квартира наших зрителей. А сейчас сначала пойдем сходим. Пойдем кладовку покажу. В кладовку я покажу, какими размерами. И это как бы кладовка идет бонусом. Мы и в кладовку идет бонусом к этой квартире. То есть вот тут в подвале на первом этаже вот такое вот помещение. Коты, короче, бегают. Есть кладовка. Смотрите, сейчас я размер вам ее покажу. Так, во. Здесь сейчас лежат лежаки, которые относятся как бы пока теоретически к нам. Вот, их можно достать, поставить возле бассейна. Ну, смотрите, размеры кладовки достаточно большие. Единственное, что я бы здесь сразу воткнул бы сетку, чтобы не лазили кошаки. Это как бы важно. Ну, и вот, пожалуйста, детская площадка. Достаточно большая. Прям в комплексе, что немаловажно. Такую историю я не встречал в Кемере в комплексах. А она здесь есть. Это очень классно. А вторая площадка прям сразу за комплексом находится. Огромная зона барбекю. Вообще потрясающе. Я уже говорил, что в квартире ничего нету. И даже сушилки. Мы вот тут думали сейчас постирать белье. И такие, опа, на чем сушить свою бельевую веревку современную новую мы оставили в кемпинге. Сейчас как бы до него ехать уже не вариант. Пошел в магазин, увидел там вот такую вот маленькую сушилку. И все-таки взял. Сюда помешается мало вещей. Но, тем не менее, в поездках на машине, мне кажется, она будет очень нужна нам. Она минимум занимает место. Тупо тонкая, да? У нас там, кто помнит, есть большая наша сушилка. Ну, традиционная, стандартная такая. Она в боксе. А вот эту можно бросить в салон. Выставить даже на окошко нам. И все будет сохнуть. Короче, такая штука, которая точно нам будет пригождаться и далее. Мы пока дела какие-то здесь сделали. Вроде-ка. Выползу по улыбочку. Так, э-э-э-э. Не-не, так, э-э-э. Да. Вверх. Фея должна, да, тебе? Столеры. Столеры, да, накопытить. Все брально. Родин, давай вот сюда вот положим в баночку, чтобы ты не потерялась. Молодец. На, держи, закрывай. Второй на подходе. Да, Родин? Мне даже не обидно, потому что я уже свои уже получил. Угу. Если что, с тобой полетел. Самое время рассказать, что мы делали на стриме и зачем мы покупали белую футболку. Посмотрите, как она расписана. Это перед футболки. Смотрите, здесь у нас три топовых донатера. Висят, которые задонатили самые большие три суммы. Вот так вот на переднем крупном плане. Как и обещали, огромное спасибо. Передаем Екату. Вот, Екат. И Эдуарду Хе. Вам огромнейшее спасибо. Это два человека, которые были победителями со всего розыгрыша на привет. Теперь посмотрите, как изрисована спина этой футболки. Это просто невероятно. Спину просто зарисовали. Да, на самом деле у каждого из вас будет возможность еще раз принять участие и попасть на футболку. Но только уже не на мою, а на Стенкину. Мы сегодня отправимся, купим еще одну футболку. И сегодня уже вечером будет новый стримчик, где мы разыграем очень интересные призы от кемпинговой компании. Так что, ребята, не пропустите. Возможность выиграть будет у всех. А еще у нас очень для вас интересная новость. Точнее, у мира была новость. Появилась новая социальная сеть. Я до сих пор не понимаю даже, как она называется. Но мы там тоже зарегистрировались. Настенка прямо сейчас туда закидывает первый пост, которого нигде нет. Пост про нашу семью. Так что, кто себе еще не установил, устанавливайте. А ссылочка на наш аккаунт будет там в описании. Мы так и будем там называться «Семя на чемоданах» и сделаем наш общий аккаунт в этой социальной сети. Говорят, что социальная сеть будет конкретная, раскрученная. И там что-то будет. Попробуем начать, так сказать, с нуля. Ну, типа такого. Да. В общем, ребятки, там ссылка. Обязательно подписывайтесь на нас там. И давайте там тоже с вами дрожить. Все дружно решили прогуляться до магазина. Здесь, на самом деле, что в ту сторону, что в эту сторону идти. Там есть бим, там есть бим. Метров 200, наверное, может быть. 300 до магазинов. Но здесь вот, например, плюс есть, что есть Мигрос Джет. И там продается алкоголь. Потому что, например, вот там, где мы жили, на Турленд Первый, там до Мигроса тоже недалеко. Но почему-то там нету алкогольной продукции. А вот здесь есть. И как бы для тех, кто любит прибухнуть, это огромный плюс. Сходили мы в магазин. Хочу вам показать. Вдруг кто-то впервые попал на наш канал, переживает за продукты в Турции. Смотри, что здесь есть. Вот так прямо написано, видите, сметана-муренка. Правда, стоит почти 70 лир. 300 грамм 25%. Пока Настенка спит с Мирошкой, пойдем мы купаться в бассейн. Опробуем его. Здесь он, конечно, очень клевый, большой такой. Тахталы. Кстати, плюс огромный. Гранаты готовятся к сезону. Да, вот. Огромный плюс комплексов, которые уже давно построены, это то, что уже большие деревья и все плодоносит. Видите, сколько здесь будет гранатов, апельсинов, оливок, лимонов и, наверное, еще что-то. Вот, пожалуйста, апельсины растут. Да, вообще красота. Вот еще маленький. Да. Так, зона барбекю, шахматы, настольный теннис, а все это дело можно спокойно поиграть. Пойдемте пробовать. Давайте я вас с собой возьму, вместе нырнем, поплаваем под водой. Блин, вода прям вообще великолепная. Раз, два, три. Погнали. Вау. Здесь, кстати, бассейн. Такой полукруглый, да? Вот в ту сторону уменьшается глубина, а в ту сторону, наоборот, увеличивается. Прикольная концепция. И больше всего мне нравится это вот этот вот пальмовый остров в центре бассейна. Это прям вообще прикольно. Класс. Мои парни каждый день какие-то фишки новые выдают. Вот прикиньте, этот бассейн, я не знаю, сколько он метров, вот так вот по кругу, метров 200, наверное. хрен его знает. Ну, короче, он очень большой. И вот, смотрите, Родик, его полностью переплывает, как это кролем или брасом называется. Я не знаю, где там он учится этому, но смысл в том-то, что он так правильно гребет. Короче, смотрите. Родик, ты готов? Родик, ты готов? Ты готов? Да. Давай, весь бассейн кролим. Офигеть. Смотрите, как правильно он это делает. Не надо, не сбивай его, Артем. Я не успеваю. Ну, чтобы понимали, я уже устал. Половина. Это только пол бассейна. А он продолжает гребсти. Офигеть. Я не знаю, откуда это. Вообще, красавчик. Сколько уж? Две минуты, да, примерно плывет? И еще достаточно быстро он это делает. Артемка, когда еще нырнул, Родик его догнал. Обалдеть. Сейчас спросим, в какой школе олимпийского резерва он учится. Он попал под руку Темику. И Тема его сбил. Нифига. Родик, но ты сверхчеловек. Я видел, видел, и ты сбился из-за этого. Я случайно. Давай. Родик, ты где этому научился? Родион, где научился? Видишь, как люди плавают. Родик, где ты этому научился? Когда мы ездили, когда мы ездили, в какой-то доме, и там наши друзья всегда плавали. Вот так вот я по них научился. Там тренер приходила, да? Да. Вот так вот, прикиньте. Это он просто увидел. Ребята занимались, подхватил эту тему занятий и стал так же плавать. Весь бассейн перепрыл вообще без помощи. Не-не-не, оттуда сюда, к лестнице. Короче, сейчас мы уже попробовали, они полностью под водой вот так в ширину его переплывают. Здесь, наверное, метров, ну, наверное, 10-15, так он в ширину. Вот, смотрите, сейчас Родик начинает. Родик, давай! А я себе творче-либо буду. Опа! Пошел. Красава! Это реально сложно. Я сам попробовал проплыть. Вон там сложно. Пойдешь? Да. Теперь Артем. Давай, Тема. Давай. Так. А, ну ты не под водой. Потому что я не усвою. А, ну так давай потом заново тогда. Че, парни, как вам, Басик? Клевый. Клевый. Пусть переодеваемся, идем на площадку, пока не жарко. Ага, наоборот, жарко сейчас. Ты че? Как раз сейчас жарко. Родик, тебе как бассейн? Слепые глаза. Слепые глаза? Ну, открывались. Надо им, этот, очки купить для плавания. Маски для скроллинга есть, а вот очков у них нету. Мы приехали сейчас на новый объект. Вот про что я вам говорю, что в стройке, естественно, любая постройка в стройке дешевле и, собственно, вилла аналогична. И сразу хочу показать вам, какой здесь будет вид. Смотрите. Виллы стоят у подножня в гор. Дима, здорово. Мы сейчас поднимемся с тобой наверх, откуда вид проснимаешь. Вот. Когда будет закончен? Где-то через 6-8 месяцев уже закончен. Угу. Здесь я сейчас сразу вот так вот давайте кадр поставлю. Вот так это все будет выглядеть, когда все достроится. Здесь будет 7 вилл. Каждая вилла на 2 хозяина. Вилла будет 2 плюс 1, либо можно сделать 3 плюс 1. То есть под выбор клиента. Общая площадь 114 квадратов. Два этажа. Что еще? Полы на первом этаже будут с подогревом. И в санузлах тоже будут с подогревом. Ну, естественно, все будет мебелировано. Да, конечно, это будет мебелировано, укомплектовано, техника. Все по заказу на выбор клиента. Я, кстати, в тот раз в жизни вообще на стройке присутствую. Прямо посмотреть, как это все строится. И мне кажется, это очень интересно. Не просто показал фундамент, а потом хлопс показал, как все готово. А особенно те люди, которые немножко, да, там в стройке разбираются. Вы можете посмотреть, как все это выглядит сейчас изнутри. Вот это, можно сказать, более-менее достроено. Здесь уже второй этаж. Ну, почти достроено. Двери осталось поставить, и окна, и все. Пойдем, я тебе покажу. Многих интересует вопрос про сейсмоустойчивость, да, там, как вот качество. А, фундамент покажешь. О, пойдем. Я просто покажу, как вот они заливают, сколько они арматуры используют, какой она толщины. То есть здесь технология строительства вся соблюдается, и контроль качества, ну, реально, как бы, серьезный идет. Супер. Вот, я про что говорил, что видите, здесь вот, а-ля, почти достроен, здесь второй этаж устроен, здесь вот еще палки какие-то, а здесь вот фундаментальная такая история, где можно все посмотреть. Да, посмотри, аграспорт толщиной 18-я или 20-я тут внизу. А что внизу? Это что внизу там будет? Это фундамент залит, то есть здесь будет подниматься земельный участок. А-а-а. То есть это, это вот на первом этаже виллы стоим. Вот, на первом этаже. Ага. Прикольно. Естественно, самые лучшие виды отсюда будут, то есть все вот эти, вот особенно угловая вилла будет с шикарным видом. А, то есть вот, по сути, это раз вилла, вот этот кусок это раз, это два. те будут смотреть на нас, ну, получается, вот эти вот. Во двор. Да, во двор террасы их будут. Здесь бассейн будет, да? Да, посередине, трапециевидный такой бассейн будет. Ага. И от тех вилл вид будет как-то на город, да, а с этих вилл вид на город. Ну, то есть здесь вот будет гостиная, грубо говоря, кухня какая-то, да? Как я понимаю. Заходишь, да, ну, сначала терраса, наверное, небольшая, кухня, гостиная. И вот здесь в уголочке можно сделать третью комнату, чтобы 3 плюс 1 она была. Либо сделать большой первый этаж, то есть. О, я бы лучше большой первый этаж, а второй этаж под этот. Ну, допустим, вот как ваша семья, да, там, трое детей, то есть, если три спальни, вот можно сделать три спальни, либо, например, там, две спальни, если вам этого достаточно. Ну, вам, наверное, три уже надо. Ну, я не знаю, слушай, я бы лучше первый этаж большой бы оставлял, а там все зависит, какая планировка будет на втором этаже. Видишь, здесь сейчас пока так сказать не посмотришь. Одна года настроится, было бы прикольно поснимать. Но смысл стройки заключается в том, что Викинг, я уже много вам их показывал, собственно, только с ними-то и сотрудничаем, только их недвижимости показываем, потому что, ну, поверьте нам, мы много где уже пожили, во многих квартирах Турции, вот они строят прикольно. И самое интересное, что у них есть постобслуживание, да, это, наверное, правильно сказать? Да, постпродажное обслуживание. То есть, сами покраски, обслуживание, в принципе. Клиента не оставляем одного с проблемами. Не, ну и комплексы, я имею в виду, что комплексы выглядят все, которым там по 10, по 13, они выглядят очень-очень круто, свеже. Я вот, что хотел сказать. Ну да, вот вы жили, да, в комплексе Викинг 13, 13, да, ему 15 лет, наверное, даже больше. Он выглядит, как будто там 5 лет назад построен. Да, это вот как раз обслуживание, вот это есть. Прикольно. Так, это ты куда нас? Мы осторожнее, здесь вуздик. А мы все в тапочках, и в тапочках. Так, пойдем смотреть изнутри, да, как это все дело. Оп, ну что, я вас приглашаю на вашу будущую виллу. Пойдемте сразу на второй этаж. Так. Здесь на втором этаже будет 2 спальни, и в каждой спальне своя душевая, свой санузел. О, вот это, кстати, клево. Ой-ой-ой, ага. Так, вот вы спрашиваете, какие у нас, какие стены, да, вид, конечно, огонь. Это как называется кирпич? Это гипсоблоки. Гипсоблоки. Кирпич и гипсоблок используются для... Я первый раз даже смотрю, вот недвижимость, вот прям изнутри, как она выглядит изнутри. А еще, здесь есть большой плюс, вот этот, вот эта вилла, шикарная, богатая. Это вилла мэра Кемера. А, вот эта? то есть, если вы хотите жить по соседству с мэром Кемера, пожалуйста. А, серьезно? А, в смысле, он 2 сразу взял? Ну, у него большой земельный участок, видишь, все туями загорожено, там, не пробраться, только на дроне можешь взлететь и посмотреть, как мы живем. Мы сейчас посмотрим, как живет мэр города Кемера. вот так вот. Ну, вот это самый плюс, конечно. Вот плюс, огромный плюс у Кемера, это его горная природа. Невероятно. Это каньон Гюнюк, то есть, вы там были уже много раз, мы там тоже много раз были. Отсюда прям пешком можно ходить в каньон. Очень близко здесь. Ага, прикольно. А, кстати, вы тоже спрашивали как-то о выпусках, типа, про инфраструктуру. Мигра здесь сколько? 700 метров, да? Не, в районе километра все-таки вот. Большой Миграс, который на трассе там стоит, ММО называется. Там же огромный бим. До моря мы сегодня, сейчас прям смотрели по навигатору, 2 километра 300 метров до муниципального пляжа. 20, сколько? 25 минут пешком? 25 минут. Ну, смотри, как ты ходишь там. Ну, ты ходишь 15 минут. Да. Каньон рядом, походы в горы невероятные. Ну, как бы, что скажете, пишите в комментариях. и естественно, сейчас посмотрим кадры с дрона. И не забывайте про контакт Димин, он в описании всегда. И про лучшие условия, правильно? Да. По промокоду семянный чемодан. А возможно, возможно, будем соседями. Вот так вот. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Несколько человек из вас, которые уже приобрели эту недвижимость. В общем, знакомьтесь. Ибрагим. Hello. Hello, my friend. Hello, hello. На самом деле, я плохо говорю по-английски, чисто hello и так далее, а вот Dima бельмекает. Поэтому Дима позадает вопросы на английском, Ибрагим поотвечает. Буквально несколько вопросов самые такие мощные. Давай, Дима. Итак, Ибрагим, я хочу представить тебя нашим друзьям, потому что мы сделали очень много видео о наших объектах, но ни разу не делали видео о тебе. И я задам тебе несколько вопросов. Постарайся ответить на них как можно короче, потому что это у нас не большое интервью, а короткое видео. Первый вопрос. Как ты думаешь, почему люди покупают в Кемере? Какие их цели на будущее? Я думаю, что это очень важно. Я имею в виду, почему в Кемере покупают, потому что очень близко до аэропорта, люди могут быстро добираться до аэропорта, не более 45 минут. Вторая, вторая причина, потому что в Кемере очень зелено, и Тарусские горы очень высокие, красивые, и море. Море очень чистое, прозрачное, да, вы можете видеть рыбу. Это что-то особенное в Кемере. Да, есть госпитали, аптеки, марины. Если ты любишь пить вино, вы можете это делать, потому что есть рестораны здесь. Да, очень много причин купить в Кемере. У нас много скандинав, скандинавских людей и русских. Мой второй вопрос будет о том, какие ваши будущие цели как компании, что вы бы хотели построить, на чем будете сосредоточены. Конечно, во-первых, мы будем сосредоточены на наших проектах для российских друзей и скандинавов. Мы также очень сильно заняты в отельном бизнесе, но также мы хотели бы сделать какие-то дополнительные активности, то есть больше велодорожек, полей для гольфа, например, в Гюнике у нас там есть земля. Активности очень важны для нас. У нас есть футбол, походы, это будут велодорожки, может быть, частный пляж тоже. Я думаю, это будет как я сказал, это наши, это мои цели, чтобы сделать людей счастливыми, они должны быть активными, потому что горы так рядом и, как я сказал уже, вы можете здесь заниматься большим количеством разных активностей. Эти вещи мы должны сделать как можно более доступными для людей. и последний вопрос будет, как вы думаете, что больше всего любят люди в Кемере, например, наши покупатели? Это очень хороший вопрос. я думаю, что люди любят Кемер, потому что он не очень большой, не очень маленький, очень компактный, и, конечно, великолепная Марина у нас. Это что-то особенное. Бары, рестораны, кафе, это очень очаровательный город. Я думаю, что люди устали от больших городов, а здесь у нас не более двух-трех этажей. И везде здесь поэтому виды красивые. Также кафе, рестораны и Марина. Я думаю, это... Спасибо, Ибрагим. Было приятно с тобой познакомиться. Теперь наши друзья могут знать не только меня, но и напрямую тебя. Да. Они могут звонить тебе, спрашивать какие-то вопросы, приезжать к нам в отель, например. Да, а мы можем сделать им тур по недвижимости. Я очень рад вас встретить и познакомиться с вами. Да, как я уже сказал, Кемер это что-то особенное и добро пожаловать всегда. Вот теперь вы знаете, как выглядит тот самый человек, который все это построил и продолжает строить. Вот так вот. Миросик, что ты говоришь? Что говорил мне? Да, это он говорит, что мы здесь жили, папа, да, пришли сюда в гости к ребятам, побудем здесь некоторое время. Мы живем здесь вообще недалеко, там буквально метров может быть 300, да. Да, мой маленький, ку-ку-ку здесь бегают, да, ты здесь ку-кушек смотрел. Все верно, да. Ой, красота. Все рядом, все рядом. Здорово. Родные места. О, Мирошка сразу русику. Привет, привет. Привет. Ничего не изменилось, только нас нет. Взял тырчик и поехал в центр города за футболкой и на рынок. В центр Кемера. Сто лет уже не ездили, прям Мирошку прокатил, он такой счастливый, так рад. Так, а ничего, что я левой рукой на газульку давлю? С рынком решил, с футболкой решил, теперь еду за своими. Единственное, что здесь вот такая пробка, тент упал. Вот сейчас то интервью, которое вы слушали, мы прямо сейчас с Димой озвучивали по Димину готовку лохмаджун, да? Да, это русский лохмаджун с сосисками. Русско-турецкий на турецкий лад. Русский лохмаджун на турецкий лад. Вот так вот. Получилось, короче, будем садиться выжинать. Прикольно. Все, ребятки, смотрите, у нас же темно, мы сто лет не гуляли, когда темно. Да. Будем двигаться домой, Мирошка уже хочет спать, все хотят спать, и даже мы. Кто не поставил лайк в самом начале, прямо сейчас поставьте. Бери его. Кто не написал комментарий, прямо сейчас напишите. Не забудьте подписываться на наши социальные сети и даже на новую социальную сеть. Все важные и нужные контакты там есть в описании. Не забывайте про наш PDF-файл, который мы бесплатно совершенно для вас подготовили, где все важные ссылки. Мое лицо уже темнеет, поэтому пока.